После долгого карантина периода дистанционного обучения все образовательные учреждения республики вернулись к привычному режиму работы. Но несмотря на это, коронавирус идет на спад и необходимо соблюдать известные всем меры предосторожности. О том, как проходят пары в Карачаево-Черкесском ГАЗ-Университете, узнавал наш корреспондент Аслан Гирюгов. Для предотвращения распространения коронавируса в университете приняли ряд мер. Чтобы избежать скопления большого количества людей, студенты посещают пары в две смены. Большие группы также разбиты на подгруппы. У каждого входа стоят дежурные, которые обрабатывают руки и выдают все маски. Во всех аудиториях стоят рециркуляторы обеззараживания воздуха. Помимо этого, у каждого факультета есть свой ковид-инспектор. Он контролирует соблюдение всех мер безопасности. Надеемся, что те мероприятия, которые нашим университетом проводятся, сохранят наш коллектив, сохранят наше студенчество. Первые впечатления об организации учебного процесса положительные, жалоб нет. Студенты довольны, преподаватели наконец-то тоже довольны, что приступили к занятиям. Честно сказать, дистанционно работать и для студентов, и для преподавателей намного труднее, чем больше в формате. Также стоит отметить, что в стенах Карачаева-Черкесского госуниверситета практически нельзя встретить человека без маски. Студенты и преподаватели очень ответственно относятся к этому, ведь до начала пандемии многие люди не соблюдали самые простые меры защиты. Мы носим обязательно маски, мы понимаем всю ответственность, у нас дистанция обязательно. Мы вышли с дистанционного обучения, к чему мы очень рады, так как мы очень скучали по учителям, по одногруппникам. Конечно же, дома учиться самому это совсем другое, чем в группе. И мы очень рады, потому что мы вышли. Несомненно, все меры, предоставленные университетом, помогут обезопасить студентов и преподавательский состав. Сейчас главное не ослаблять бдительность и быть осторожнее, а также напоминать о самых простых правилах, которые помогут защитить себя от невидимого, но очень коварного врага. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск.